В Павлодаре спасают молоть рыбы. Представители местной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, а также управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, совершили объезд водоемов. Они намерены выловить и выпустить в вертыш сотни тысяч мальков. Иначе рыба может просто погибнуть. Некоторые виды из них и так на грани исчезновения. В составе спасательной бригады и наша съемочная группа, мой коллега Ренат Абдулкаюмов, готов рассказать подробности процесса. Во время весеннего разлива молоть рыбы разносится в так называемые отшнурованные водоемы. Здесь остаются сотни тысяч, а то и миллионы мальков. Как раз на одном из таких мы сейчас находимся. Во время сильных морозов оно может промерзать до дна. Поэтому пережить зиму в таких бескислородных условиях обитателям практически невозможно. Каждую осень на пойме ртыша проводятся подобные экологические акции. Задача – вызволить молоть рыбы из заморных водоемов. Делают это обычным дедовским способом. Закидывают в озерцо мелкую рыбацкую сеть. Вылавливают максимальное количество мальков. И, используя обычные пластиковые бочки, переносит рыб в основное русло ртыша. Как раз сейчас мы и наблюдаем за этим процессом. Интересно узнать, какое количество рыбы удастся спасти. На этот вопрос может ответить сотрудник областной территориальной инспекции Серик Абсаликов. По данным ученых, у нас в Павадаре на РТШ, значит, отшнурованные водоемы почти 90% являются замороопасными. Конечно, мы все прекрасно понимаем, что все водоемы спасти молоть, это мальков, рыбы невозможно. Но, тем не менее, эта работа ежегодно проводится. Совместно вот с пользователями проводим такие акции. Стараемся проводить их почаще. Мальков очень много, их надо спасать. И мы занимаемся этими делами регулярно. Итак, из года в год популяция рыб подвергается естественному уничтожению. Подобные акции проводятся на голом энтузиазме. К сожалению, стабильного государственного финансирования на зарыбление реки РТШ нету. Ринат Абдулкаюмов, Самат Успанов, Марат Игликов. Из Павлодара, Хабар-24.